Георгий Алексеевич Скребицкий. Лесной голосок. Рассказ первый. Пушок. В доме у нас жил ежик. Он был ручной. Когда его гладили, он прижимал к спине колючки и делался совсем мягким. За это мы его прозвали Пушок. Если Пушок бывал голоден, он гонялся за мной, как собака. При этом еж пыхтел, фыркал и кусал меня за ноги, требуя еды. Летом я брал Пушка с собой гулять в сад. Он бегал по дорожкам, ловил лягушат, жуков, улиток и с аппетитом их съедал. Когда наступила зима, я перестал брать Пушка на прогулки. Держал его дома. Кормили мы его молоком, супом, моченым хлебом. Наестся бывал ежик. Заберется за печку, свернется клубочком и спит. А вечером вылезет и начнет по комнатам бегать. Всю ночь бегает, лапками топает, всем спать мешает. Так он у нас в доме больше половины зимы прожил и ни разу на улице не побывал. Ну вот, собрался я как-то на санках с горы кататься, а товарищей во дворе нет. И я решил взять с собой Пушка. Достал коробочек, настелил туда сено и посадил ежа. А чтобы ему теплее было, сверху тоже сеном закрыл. Коробочек поставил в санки и побежал к пруду, где мы всегда катались с горы. Я бежал во весь дух, воображая себя конем, и вез в санках Пушка. Было очень хорошо. Светило солнце, мороз щипал уши и нос. Зато ветер совсем утих, так что дым из деревенских труб не клубился, а прямыми столбами упирался в небо. Я смотрел на эти столбы, и мне казалось, что это вовсе не дым, а с неба спускаются толстые синие веревки, и внизу к ним привязаны за трубы маленькие игрушечные домики. Накатался я досыта с горы, повез санки с ежом домой, везу. Вдруг навстречу ребята бегут в деревню смотреть убитого волка. Его только что туда охотники привезли. Я поскорее поставил санки в сарай и тоже за ребятами в деревню помчался. Там мы пробыли до самого вечера. О Пушке я вспомнил только на другой день. Очень испугался, не убежал ли он куда. Сразу бросился в сарай к санкам. Гляжу, лежит мой Пушок, свернувшись в ящички и не двигается. Сколько я его не тряс и не тормошил, он даже не пошевелился. За ночь, видимо, совсем замерз и умер. Побежал я к ребятам, рассказал о своем несчастье. Погоревали все вместе, да делать нечего. И решили похоронить Пушка в саду, закопать в снег, в том ящичке, в котором он умер. Целую неделю мы все горевали о бедном Пушке. А потом мне подарили живого сыча, его поймали у нас в сарае. Он был дикий, мы стали его приручать. И забыли о Пушке. Но вот наступила весна, да такая теплая. Один раз утром отправился я в сад. Там весной особенно хорошо. Зяблики поют, солнце светит. Кругом лужи огромные, как озера. Пробираясь осторожно по дорожке, чтобы начерпать грязь в калоши. Вдруг впереди в куче прошлогодних листьев что-то завозилось. Я остановился. Кто это? Зверек? Какой? Из потемных листьев показалась знакомая мордочка. И черные глазки глянули прямо на меня. Не помня себя, я бросился к зверьку. Через секунду я уже держал в руках Пушка. И он обнюхивал мои пальцы фырком и тыкал мне в ладонь холодным носиком, требуя еды. Тут же на земле валялся оттаявший ящичек с сеном, в котором Пушок благополучно проспал всю зиму. Я поднял ящичек, посадил туда ежа и с торжеством принес домой.